Наталья Пантелеевна Денисова Немец подзовет нас, а мы подскочим, они конфет нам пообещают, а потом как плетками начнут нас бить. Была в нашем доме кухня, там немцы стояли, и лошади у дома, и в другом есть готовили, все мне давали, кормили нас. Насыпать мне упадолы, как их-нибудь круп, мать нам наварит. Ага, вот так мы и жили. А потом векувировали куда-то, я вот не знаю, куда-то гнали, били, у кого лошади были, запрягали. Нас по повозкам, это, нас мама салазки подогнала саней, ну салазки большие. Нас пять человек посажало, тряпками нас одеялами укутало, веревками завязало. А по снегу и повезла. Повезла куда-то везла, везла, а немцы ее бьют, а отец кричит, бросай их. А люди шли, кидали детей прямо на поле. Ага, а отец говорит, станови свои сани, давай убегать. Она говорит, пусть меня убьют, но я детей не брошу. И вот она нас волокла ночью где-то. Я не знаю, где мы там и ночевали. И потом привезли какой-то, я не знаю куда. Какой-то овраг там немцы и людей заставляли работать. А кто убегая работать не хочет, их стреляли прямо. Ага, но я знаю, что нас куда-то дали какую-то хатюшку, забили нас туда. И я, мы, все дети, мы сидели на русской печке. Нас мать у всех загнала туда, замкнула. А сами они там работали в этом, в тылу врага там или не знаю, там котлован какой-то. Прибеги нас на коеме, чем-нибудь там, не знаю, что там она нам давала. И опять на работу, под замок и опять. А вот когда уже гнали, уже немцы отступили, ехали русские на лошадях, они их прямо стреляли, убивали их. Это я прям своими глазами видала. Но я уже попозабыла. Очень страшно, все страшно-то страшно. После освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков семья вернулась в родное село, в разрушенный дом. Девочка Наташа работала с мамой в поле. 11 лет мне было, я работала в поле на комбайне. И тракторишь нам виллы даст, поставил нас на эту вот, ну, на боковую, на дорожку там. Одну с той стороны, другую с этой. И раз задавил он этого зайца. А думал, что он нас подавил. А мы эти виллы поупустим, порастеряем и спим, повиснем и спим. Он тогда остановил нам уков дырки, повыкопая, чтобы нас туда засунуть. И, ага, ну, говорит, идите спите, а завтра я вас рано подниму и будете опять так же отработать. И гектарами давали это матерям полоть, этот свеклу. И я маме помогала. После семья переехала в город Шахты Ростовской области. Наталья Пантелеевна вышла замуж, а в 1980 году переехала в город Лобинск. Работала в совхозе техникуме дояркой. Муж был скотником, я дояркой, 50 коров, да, их не умела, короче, руками, ну, научилась. Всю жизнь Наталье Пантелеевне приходилось очень тяжело. Она вырастила двух дочерей, стала бабушкой и прабабушкой. Своей 85 окружена заботой и любовью. Но самое большое ее желание, чтобы больше никогда не было войны. Мирного неба, чтобы не было ни войны, ни голоду, ни холоду, ни болезни никакой. Вот все бы, все, все было бы хорошо.